Дальше идет умровиза. Умровиза выдается сроком на 90 дней. Начало срока 90 дней начинается с момента приобретения этой умровизы. Допустим, 1 декабря 2023 года ты купил умровизу. Все, у нее срок пошел сразу. Ты заехал, допустим, 1 января. У тебя только 2 месяца есть. Январь-февраль. Понятно? Это недавно вышел Низам. Низам Джадид. Новые правила о том, что умровиза действует со дня продажи. Не со дня заезда, как раньше было. Ровно 90 дней. Поэтому тоже будьте внимательны. Так, что можно сделать по умровизе? По умровизе можно оформить также 2 сим-карты и купить Езам-зам. Завезлились в Нусуке. Единственное, что есть плюс, если вы группой по умровизе, то вам в Нусуке могут оформить маджмо, то есть коллективное прохождение по записи. Но это надо через вашу мандруба, через вашего мучерства и сайта, тот, кто вас сюда привез. Также эта умровиза, она многократная для некоторых стран. То есть она когда кончается, то есть ты вылетаешь, она у тебя все окончается, ты можешь сразу купить новую умровизу и приехать заново. Тут надо разбираться от страны к стране зависеть. Я точно не знаю, но в каких странах можно 2-3-4 раза в год покупать умровизу. Какой стране только один, какой стране только один раз покупать. Поэтому этот момент уже с вами уточнять у человека, который вам эту умровизу выписывает, то есть продает. Умровизу в отличие от САХИ нельзя купить самостоятельно, потому что она продается только через компанию. Только через компанию, понятно, да? И здесь очень важно заметить, что за просроченные дни по умровизе сразу депорт, на 10 лет депорт, плюс вот эта компания, которая вам ее продает, ее штрафуют. Если паломник теряется, но они, дабы избежать штрафа, то есть у них там в системе отображают, что такое-то, такое-то, у него же красная линия, через неделю он должен выехать. Если человек не на связи, они его подают в розыск, в розыск подают, в полицию. И тогда с компанией снимается ответственность, но человека, где ловят, сразу депортируют, да? То есть сразу депортируют. Поэтому очень, пожалуйста, будьте внимательны по умровизе. И также по умровизе есть страховка. Но рожать-то не надо приезжать, это миф. Мы тоже, когда у меня жена собирается рожать, рожать здесь, кто-то нам сказал, что вот по умровизе, мол, заезжай, тебе роды будут бесплатные. Нет, я эту информацию проверил, такого здесь нет, здесь даже арабы платят за роды. Именно роды здесь платные. За роды я видео записывал одно краткое, более, чуть дальше, иншаллах, разъясню вообще, как здесь провести роды, да, от ада я, иншаллах. Вот, все, что касается умровизы, умровиза стоит порядком 165-175 долларов, в зависимости от компании, которую вы ее оформляете. Так, также у меня есть видео, разбираем вопросы о визах на моем YouTube-канале, вы можете с ними ознакомиться.